Всем привет и хорошего настроения! Сегодня хочу поговорить о зарождении отечественного хай-фая, то есть аппаратуры класса хай-фай, родившейся в СССР. Наш отечественный хай-фай был представлен широким слоям населения, знаменитым, в общем-то легендарным, вошедшим в историю и до сих пор пользующимся заслуженнейшей популярностью, так сказать, первенцем нашего отечественного хай-фая, явился усилитель Brick 001. Собственно говоря, это по тогдашней терминологии не просто усилитель, а УКУ, усилительно-коммутационное устройство. Прибор, заслуживающий отдельного большого обзора, но сегодня, в принципе, не располагая особо временем, я хочу коротко, сжатенько и от всей души рассказать вам про него. Вот мне в ремонтик поступил буквально вчера замечательный этот аппарат. Мы его с вами можем наблюдать внизу, под Сонинской декой, под декой Сонинкой TC-KE5. Итак, что же такое этот наш Brick? Известный и глубоко почитаемый широкими слоями наших аудиолюбителей. Усилитель Brick, давайте я буду называть его привычный усилитель, опустим это неуклюже слово усилительно-коммутационное устройство, и будем обращаться к нему уважительно. Первый отечественный усилитель хай-фай класса Brick 001 Stereo. Итак, данный аппарат был разработан в 1975 году и выпускался с Санкт-Петербургским научно-производственным объединением «Океан-прибор», а также радиозаводом «Ладога», расположенном в городе Кировск, Ленинградской области. Тем самым знаменитым заводом «Ладога», который выпускал всем нам известные корветы. Помните замечательную вертушечку «Корвет-038»? Помните, наверное, замечательные колонки «Корветовские» и целый ряд их усилителей. В общем, флагманы советского СССРовского радиоаппаратастроения в принципе по достоинству были избраны для того, чтобы выпускать вот этот замечательный прибор, замечательный агрегат. В принципе, вполне для тех времен профессиональный, хоть и трактовался как бытовой усилитель «Бриг-001». За период своего выпуска он претерпел значительное количество модернизаций и изменений в своей схеме. Были «Бригги» чисто транзисторные на полупроводниковых приборах. В следующее поколение их пошло уже с микросхемами, с операционными усилителями в предварительном усилителе. Но наиболее ценились, конечно, «Бригги» вот первых выпусков, которые создал знаменитый и легендарный Анатолий Лихницкий. Запомните это имя, если вы его не знали. Но я думаю, все, кто мало-мало интересуется отечественной радиоаппаратурой, имя Анатолия Лихницкого знают, помнят и чтят. Царство Игорица Ему Небесное. Замечательнейший был человек, гений для своих времен. Обратите внимание на дизайн этого аппарата. Предельно лаконичный, ничего лишнего и в то же время ничего отсутствующего. Аппарат весом 15 килограммов, довольно массивный и объемный. Выполнен в полностью металлическом корпусе. Передняя панель из толстенного 5-миллиметровой толщины листа алюминия, на который фотоапсетным способом нанесены черненькие надписи. Характерная надпись BRIC в нижней части панели, в нижней правой части под индикаторами перегрузки. Она выполнена, как интересно, BRIC что-то морское. И, соответственно, надпись тоже выполнена. Сверху мы видим BRIC, а снизу как будто она отражается в воде океана. То есть перевернутая и подвернутая такой океанской рябью. Левее, опять-таки, написано полное его наименование BRIC U001 стерео. Hi-Fi. То есть вполне заслуженно, я хочу вам сказать, он носил на себе эти высокие знаки отличия. Hi-Fi. То есть высший класс, высшая категория качества радиоэлектронной аппаратуры. Ему есть чем гордиться. Он действительно озвучивал и выдавал все те характеристики, которые были заявлены в его техническом паспорте. А заявлено было для тех времен немало. Внимание! 1975 год. У нас в ходу еще были вовсю ламповые радиолы различных там классов. Большую часть парка радиоаппаратуры, находящейся на руках у населения, составляли именно вот эти ламповые мастодонты. Ну, я, конечно, извиняюсь за это выражение в их адресах. Я сам люблю очень ламповую аппаратуру. К ней сейчас идет возврат, ренессанс. Но речь сегодня у нас пойдет не о ней, а вот именно, скажем так, о попытках, и, скажем вам, небезуспешных, выдвинуть нашу аппаратуру на мировой, на качество мирового уровня, мировые стандарты. Итак, Brick 001 в 1975 году обладал следующими параметрами. Номинальная мощность на каждый канал при использовании 4-омной акустики составляла по 100 ватт. 100 ватт на канал. Это при 4-омной акустике. То есть, суммарно две колоночки качали 200 ватт. Значит, максималка была чуть побольше, ну, там уже искажения. А вот, а ежели мы использовали 8-омную акустику с сопротивлением 8-ом, то выдавалось по 50 ватт на канал, но качество при этом несколько улучшалось, звуковоспроизведение. Хотя, жаловаться на качество было бы грешно, потому что усилитель Brick выдавал частотный диапазон от 20 Гц до, внимание, 25 тысяч Гц. 25 килогерц. Это в 1975 году. Вот, собственно говоря, вот эти параметры, а также его неубиваемая надежность и очень характерный, качественный, высококачественный звук, без искажений, без излишних гармоник, помогли ему приобрести и завоевать заслуженную славу у всех отечественных потребителей. Но купить его мог далеко не каждый, потому что стоил он всегда недешево и выпускался, в принципе, в небольших количествах. Насколько я знаю, за первые партии Brick стояла сплошная драка. Получали их только новенклатурщики, портопорадщики и прочие овеянные, скажем так, ореолом блата люди в СССР. Вот. Посмотрите, как он симпатичен. Обратите внимание на его дизайн. Еще раз хочу вернуться. Все предельно просто. Две больших круглых рукояточки. Это селекторы каналов. Селектор выходов, селектор входов. И раз, два, три, четыре, пять таких же круглых рукояточек для регулировки баланса, громкости, высоких и низких частот, ну и одна из переключательных режимов. Стерео, моно, только правый, только левый канал и реверс. Интересный режим. При переключении аппарата в режим реверс мы, соответственно, меняем местами колонки. Левую и правую. Зачем это было нужно, я не знаю. Но, вероятно, было нужно. И давайте быстренько еще раз по внешнему виду. Как я уже сказал, алюминиевая передняя панель. Очень симпатичная. Цельно алюминиевые выточенные и отполированные ручки. Не какой-нибудь там пластмасса анодированная, а именно мощные такие хорошие рукояточки. Рукоятка баланса вращается свободно. Но, к сожалению, без фиксации в центральной части рукоятка громкости дискретная. То есть, с маленькими щелчками поворачивается и регулируется. Но высокие и низкие тоже дискретные регуляторы частот. Снизу расположен ряд таких же стилистически выдержанных круглых кнопочек. Кнопочек нажимных, кнопка включения в сеть, кнопка тон компенсации. Очень полезна для прослушивания пластинок с электропроверывающего устройства с магнитным звукоснимателем. Иногда нужно бывает добавить низких частот, которых не всегда хватает с электромагнитной головкой звукоснимателя. Далее имеются кнопки фильтров. Фильтр ограничения высоких частот, фильтр ограничения низких частот и кнопочка, внимание, контроля магнитофона. То есть, к этому усилительно-коммутационному устройству, хотя я договорился так не называть, все-таки скажу, почему она усилительно-коммутационная. У него очень много входов, имеются также выходы. К нему можно было подключить целую кучу всевозможной бытовой аппаратуры. То есть, как вы понимаете, в нем имеется предварительный усилитель фонокорректор или фонокорректор для виниловых пластинок, что очень не лишним по тем временам было. Вот, собственно говоря, отдельный блочок экранированный. Значит, подключаем. Можно подключить электропроверитель с электромагнитным звукоснимателем. Можно подключить электропроверитель со звукоснимателем пьезокерамическим. Подключаются к нему два магнитофона. Один на запись, один на воспроизведение. Можно включить, а можно просто поочередно перещелкивая их, соответственно, соединять между собой или включать по отдельности. То есть, используя этот усилитель, можно было с одного магнитофона писать на другой. И, регулируя тембрами, вот этими рукояточками МЧВЧ, можно было даже в какой-то мере исправлять или корректировать запись в процессе перезаписи. Нажав кнопку контроля магнитофона, мы прослушивали то, что уже записывалось, было записано на магнитофон записывающий. То есть, это действительно такой целый музыкальный центр, пульт управления музыкальным центром в вашем доме. Ну, а при мощности по 100 ватных каналов им вполне можно было озвучить дискотеки среднего размера, различные школьные и студенческие лагеря, дискотеки на открытом воздухе, дома культуры небольшого типа. В принципе, вот такого плана усилитель. Еще у него характерная черта, к нему можно подключать две пары акустики, которые переключаются с электром выходов. Система 1, система 2. То есть, две колонки можно поставить в одном помещении, две в другом, и перещелкивая, соответственно, селектором их переключать. В положении откул акустика вся отключена, в положении телефона сигнал подается на наушники, выход на который имеется здесь же на передней панели для удобства. То есть, не нужно куда-то со штекером лезть назад, можно воркнуть сюда наушники и прослушать музычку или любую музыкальную звуковую композицию, не мешая окружающим, не мешая соседям. Так что, я вот сегодня для демонстрации работы этого аппарата решил ограничиться вот этой декой с тонькой. В принципе, она ему близка, она тоже 70-х годов прошлого века, только выпущена в Японии. В принципе, они даже, как вы видите, внешне вполне сочетаются. Такая получается гармоничная аудиодвоечка. Ну, а колонки у меня дежурные S30, я их использую со всеми аппаратами при съемке роликов, потому что они маленькие, их удобно поставить, удобно убрать. В принципе, их частотный диапазон достаточно приличен, благодаря наличию двух полос акустики и фазоинвертора. Как вы видите, вот порт фазоинвертора качают довольно хорошо. Вот, поэтому мы сможем послушать. Еще хотел остановиться на небольшой одной особенности этого усилителя, выгодно отличающей его от других многих усилков и усилительно-коммутационных устройств. У него на задней панели имеется заглушка, которая замыкает с собой выход с предварительного усилителя этого аппарата и вход на усилитель мощности оконечный. То есть, вынув эту заглушку, мы как бы разрывали электрический усилок предварительный и усилок мощности и в образовавшийся проем в гнездо, там пятидиновый круглый штекер, можно было воткнуть можно было воткнуть кабель от эквалайзера. Вот не ко всем усилкам можно было подключить эквалайзер к полным, так сказать, состоящим из единого блока. К этому бригу эквалайзер подключить можно. То есть, стыкаем его в разъем, разорвав УП и УМ и можем эквалайзером уже там по многим полосам регулировать тембры. Очень полезная, очень, скажем так, важная вещь. И к нему изумительно подходил тот же эквалайзер. Прибой по внешнему виду, он тоже имел алюминиевую панель. Что касается внешности, забыл повернуть об одном моменте. Вот сейчас у нас есть железо, как вы видите, металлическая верхняя часть его. Но для бригов выпускалась так называемая деревянная деталька, закрывающая его сверху, чтобы более гармонично он вписывался, допустим, в интерьеры. Если была там мебель деревянная либо акустические системы в дереве, что было модно во второй половине прошлого века. Эта деталь называлась макинтош. Это как бы такой короб одевался на него сверху. На жаргоне назывался макинтошем. То есть, когда продается брик частенько, спрашивают друг у друга, у тебя брик с макинтошем или без? С макинтошем, конечно, ценится больше. Он более такой интересный и гармоничный с ним получается. Но у меня тут макинтош, к сожалению, к нему в комплекте нет. Тем более, это усилитель, как вы поняли, не мой. У меня есть свой брик, но он, к сожалению, у меня сейчас далеко и на даче. А вот этот брик, он пришел ко мне без макинтоша. Поломочка была пустяковая. Брик этот имеет системы защиты от короткого замыкания, реализованный при помощи релюх, отечественных релюшек RS6. И тут как раз произошла такая ситуация от старости. Видимо, одна из реле залипла, и брик стоял в глухой защите. Не воспроизводил вообще звуков, хотя в сеть втыкался. Даже фона на колонке не было. Но пришлось немножко позаниматься и вывести его из состояния ступора. Теперь он играет. Но давайте его посмотрим в работе. Нажать на клавишу мы включаем аппарат в работу. Благодаря тому, что имеется система защиты от КЗ и система задержки пуска, мы щелчка в динамике колонок не прослушиваем. То есть усилитель включает, включается блок питания, а сигнал на колонке продается с задержкой где-то, наверное, полторы-две секунды, что предотвращает их от вредного для колонок щелчка. Усилитель у нас включен, звук поставим поменьше. Включим теперь, соответственно, нашу кассетную Д-кусоньку и попробуем что-нибудь на нем воспроизвести. Так что у нас стоит система 1, то есть вот эти две колоночки баланс по середочке VCH тоже в нейтральном положении, режим стерео. Ну, играем. педагогубка. да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее ограничение высоких частот со отжатием тонкомпенсации и ограничение по низкой частоте. Без комментариев, слушайте, смотрите. Пока включаем в штатном режиме. Это компенсация. Ограничение высоты частот. Ограничение низких частот. Попробуем другую композицию послушать на данном аппарате. Вернем или помотаем. К сожалению, конечно, при качестве микрофона, а также при искажениях, при перезаписи, при передаче на YouTube. Всех прелестей этого усилителя и качество его звучания даже через такие далеко не самые лучшие колонки вы не сможете услышать. Но, в общем-то, смею вас заверить, очень динамичный такой, упругий, качественный звук издает этот аппарат, несмотря на свой многолетний возраст. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, гармонирует. Гармонирует этот усилок с этой Сонькой. Вполне. Не хватает только эквалайзера к ним, третьего в компании. И выглядело бы шикарно. Сонька еще педальная, как вы обратили внимание, старых времен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, несмотря на свою старость, такая, с микролифтом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вот, в общем-то, собственно говоря, все, что я хотел рассказать про этот замечательный усилитель. Усилитель на коммутационное устройство Brick 001. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА качества привели к тому что в общем-то появились многочисленные его клоны не столь многочисленные но все-таки появились допустим выпускался усилитель bark 001 полностью повторяющий так сказать его по внешнему виду собственно говоря по конструктиву и по схемотехническим решением был такой усилитель выпускался он в тогда еще советской украине или как тогда говорили на украине собственно технические решения как я уже говорил у самого бригад тоже были достаточно разнообразными хотел еще вам немножечко показать его заднюю стенку так сказать соединим сейчас большинство проводов от него которые он соединялся с сонькой и посмотрим что же у нас у него имеется сзади и так подключался он тоже для того времени довольно революционным способом к акустике профессиональным таким не не свойственным для бытовых то есть как вы видите на винтовых зажимах крепились провода от акустики то есть голый кабель без всяческих разъемов вилок там пятиденовых или типа . тире то есть вот тут у нас 6 клемм средние являются клеммы массой а крайне можно подключать основную и дополнительную акустику таким образом это вот левый канал основная и где клемм и левый канал правый канал дополнительная акустика ниже мы видим как раз ту самую знаменитую заглушку о которой я вам говорил которая предназначена для подключения эквалайзера если вот эту заглушку изымем то мы соответственно сюда можно включить эквалайзер и он полноценно будет работать с этим усилителем вот вот такой вот значит вижу кстати штампа его производства 1988 год это уже брик второго поколения сожалению не первого с микросхемами с операционными усилителями предварительном усилке вот здесь справа у нас находятся все гнезда его входа выхода как видите довольно многочисленный тюнер магнитофон 1 магнитофон 2 вспомогательный или универсальный вход и два входа под звукосниматель магнитный можно было включить две вертушки одновременно иметь подключенными включать их в работу конечно две сразу нельзя ни к чему а вот то есть допустим на первый звукосниматель можно было вертушку на первый вход в вертушку со звукоснимателем типа м м а на второй с типом м с хотя не знаю потянули бы фонокорректор звукосниматель м с типа а здесь вы видите мощная такая батарея радиаторов для транзисторов охлаждения потому что использовались мощные кремниевые транзисторы 800 серии ктшки но у первых были кт 808 потом были кт 819 подобраны в комплементарные пары вот такой массивный 15 килограммовый кирпич даже я бы сказал блочок в черном корпусе металлическом на которой можем мог быть одет этот самый деревянный макинтош о котором я вам рассказал вот собственно говоря и все я хотел вам рассказать про наш брик я желаю счастья вам и откланиваюсь всего доброго а Продолжение следует...